Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Тепло в учреждения социальной сферы начнут подавать с 18 сентября. В департаменте городского хозяйства и экологии проговорили алгоритм работы всех служб, которые задействованы на старте отопительного сезона. Крупнейшие термы в России. В Самаре к открытию готовится новый курортный комплекс с бассейнами и саунами. Стрижиный поезд скоро отправится в Краснодар из Самары. Городские спасатели стрижей готовятся выпустить на волю последнюю партию спасенных птиц. Добро пожаловать в Самару. Как живут поволжские немцы в столице региона, отмечают праздники и передают потомкам культуру и традиции. 106 участков автодорог, в том числе 22 моста и путепровода, отремонтируют в Самарской области по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году. Такой поддержки уличнодорожной сети муниципальных образований, в том числе крупнейших в Самаре, Тольятти и Сызрани, не было никогда, подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров. Проверка качества ремонта дорог осуществляется на каждом этапе проведения работ. Наличие положительного заключения по итогам инструментального контроля и лабораторных испытаний является обязательным условием приемки и оплаты выполненных работ. Контроль за качеством строительных материалов и выпускаемых асфальтобетонных смесей, применяемых на региональных дорогах Самарской области, а также готового асфальтобетона, осуществляются в специальной лаборатории Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Лаборатория оснащена современным оборудованием, а ее сотрудники ежегодно повышают свою квалификацию, чтобы соответствовать повышенным требованиям национального проекта. В Самаре с 18 сентября начнут подавать тепло в учреждения социальной сферы, даже в том случае, если в городе будет комфортная и теплая погода. В первую очередь теплоноситель в батарее начнет поступать в больницы, детские сады, дома ребенка и другие здания с круглосуточным пребыванием граждан, далее в школы и остальные учреждения социальной инфраструктуры. С 25 сентября тепло будут заводить в многоквартирные жилые дома, подключать к теплоисточникам других потребителей тепловой энергии. Соответствующее постановление подписано в мэрии главой городского округа Самары Еленой Лапушкиной. На утреннем совещании в профильном департаменте первый вице-мэр Владимир Василенко детально проговорил алгоритм работы всех служб, которые задействованы на старте отопительного сезона. Организуют непрерывный контроль, в том числе координация работы возложена на глав районных администраций. В конце сентября планируют открыть горячую линию для населения, по которой будут принимать обращения с последующей адресной отработкой для оперативного решения всех вопросов. О точной дате сообщат дополнительно. Отметим, что процесс запуска тепла поэтапный. Готовность на сегодняшний день к приему тепла по объектам на 100% в данной ситуации. Но сегодня мы констатируем по перекладкам, констатируем о готовности жилищного фонда, готовности жилищного фонда к приему тепла. Конечно, не все объекты с 18 числа в социальной сфере будут включены. Это будет в течение недели ровное включение всех объектов. На сегодняшний день для включения тепла, это принимают органы местного самоуправления в своих полномочиях, независимо. Было 5 дней, плюс 8 и ниже. Это ориентир. Но раньше включать, вот так, как мы сегодня приняли, сделали можно. И сделали это опять для того, чтобы плавно войти, подключить дома, чтобы меньше было жалоб от населения. В администрации Ленинского района состоялась встреча граждан с заказчиком и застройщиком станции метро «Театральная», проектировщиками и руководством района. Горожанам дали ответы на волнующие вопросы, связанные с дальнейшими работами в рамках метростроя. Подробности в репортаже корреспондента событий Светланы Тимофеевой. В сроке начала и окончания нового этапа масштабного строительства станции метро, изменение схемы организации движения, снос деревьев, особенности дальнейшего благоустройства территории. На поездке дня широкий спектр вопросов. Вниманию собравшихся представлен дизайн-проект. Взаимодействие с жителями особенно важно. О новых этапах работ информируют заблаговременно, чтобы горожане могли высказать свои идеи или выступить с инициативами по дальнейшему преображению столицы 63-го региона. На этой встрече подрядчик строительства метро и проектировщики довели полную информацию до жителей. Жители задали вопросы, которые у них возникли. И встреча закончилась позитивно, потому что люди получили все ответы и они их удовлетворили. Предстоящие работы затронут часть сквера, примыкающего к улице Самарской и участок уличной дорожной сети. Так, на отрезке улицы Самарской временно ограничат движение. Рассматривается вариант введения данной меры с 25 сентября. Транспортный поток перенаправят по улице Ярмарочной в одностороннем режиме. Там будет огорожен котлован, начнутся работы по обуриванию конструктива будущей станции. То есть будет бурилка, вынимать грунт, бетонировать сваи буросекущие. После этого будет открытым способом разработка проводится. После окончания строительных работ территорию благоустроят, высадят деревья и кустарники. Проектировщики заверили, что не нарушат исторический облик города. По замыслу разработчиков дизайн-проекта в новом облике этого участка улицы Самарской сохранится знакомая коренным жителям атмосфера исторического центра и ее самобытность. Архитекторы опирались на изображение Самарской площади 50-60-х годов 20-го века. Появится венткиоск. Венткиоск – это, понятно, система вентиляции, которая должна снаружи забирать свежий воздух для метрополитена. Он будет решен в стилистике окружающих зданий, будет согласован с ними по пропорциям и масштабам. После завершения строительства первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. Конечно, жители Безымянки, жители Юнгородка, для них будет гораздо проще добираться к каким-то тем же историческим достопримечательностям, да, или на нашу замечательную красивую набережную. Поэтому в любом случае это плюс одно. Ну, а неудобства они есть всегда. Плохо все представляют, что в столице метро происходило без неудобства перекрытия. Это везде так. С вводом в эксплуатацию станции Театральная интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиры поток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит разгрузить дороги в городе, сократить пробки, а люди будут значительно быстрее добираться на работу или по другим своим делам и обратно домой. Заметим, что возведение новой транспортной локации сейчас находится в активной фазе. Все этапы строительства ведутся под непрерывным контролем регионального заказчика и мэрии Самары. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, Игорь Казановский. События. Самарская и Ульяновская области планируют создать межрегиональный маршрут. Детали обсудят представители отрасли туризма двух областей. Великий Волжский путь планируют создать с целью соединения двух регионов и продвижения их туристического потенциала. Об этом сообщил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Он отметил, что оба регионы уже имеют свои успешные национальные туристические маршруты. Жигулевские выходные в Самарской области и Дворянин на Волге в Ульяновской области. Создание межрегионального маршрута станет еще одним шагом для продвижения и популяризации туристического потенциала обоих регионов. В ближайшее время пройдет мероприятие, в котором примут участие представители отрасли туризма двух областей. Цель – обсудить детали и разработать планы по созданию межрегионального маршрута «Великий Волжский путь». Ожидается, что он станет привлекательным туристическим направлением, предложив уникальные возможности для путешественников, раскрывая красоты природы и исторического наследия обоих регионов. Новая точка туристического притяжения. В Самаре к открытию готовят термальный комплекс с саунами и бассейнами. Он расположится на месте бывшего аквапарка и станет самым большим в России. Площадь нового объекта – более 23 тысяч квадратных метров. На стройплощадке побывала и наша съемочная группа. Территория бывшего Самарского аквапарка получает новую жизнь. Здесь расположится крупнейший на данный момент термальный комплекс в России. Он станет частью федеральной сети городских терм, которые открыли более 20 комплексов по всей стране. Площадь терм в Самаре будет более 23 тысяч квадратных метров, включая внутреннюю и внешнюю территории. На улице три бассейна, внутри – пять. Кроме того, комплекс включит в себя более 30 парных и саун, детскую зону, спа-центр и другие объекты. Все это позволит принимать разных гостей – от самых юных до пенсионеров, от любителей просто погреться в теплой воде до профессиональных банщиков. Когда делается большой объем, то это получается сочетание какого-то курортности. Поэтому мы можем рассматривать этот объект еще как городские термы, но еще как городской курорт, внутри и снаружи тоже. Поскольку уличная зона достаточно большая, она тоже позволяет создать вот эту курортную атмосферу отдыха, расслабления, которого там часто не хватает. В комплексе регулярно будут проводить различные практики и мастер-классы вроде гвоздестояния, йоги и аквааэробики. А еще устраивают шоу-программы и соревнования по банному спорту. Некоторые парные в комплексе оборудованы витражными окнами, что позволяет здесь не только отдыхать, но и проводить соревнования по коллективному и индивидуальному парению. Ведь так судьи смогут увидеть участников. Планируется, что комплекс будут посещать не менее 60% населения области, а также гостей из соседних регионов. Новый центр отдыха сможет привлечь дополнительных туристов в город. Для того, чтобы всем было комфортно, дополнительное обучение проходят сотрудники комплекса. Они сейчас стажируются в других городах, чтобы начать работу уже с опытом. Идет очень тщательный отбор. После отбора идет очень тщательная стажировка, аттестация, адаптация персонала. Приедут коллеги на кураторство на 1-2 месяца уже из действующих терм. Те сотрудники, которые набираются, имеют огромный опыт управленческий, техническая служба очень грамотная. Сейчас специалисты продолжают подключать оборудование и работают над внутренней отделкой помещений. Планируется, что тестовый запуск пройдет в первой декаде октября. После чего комплекс заработает в полную мощь для самарцев и гостей города. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Стрижиный поезд скоро отправится из Самары в Краснодар. Волонтеры движения «Стрижи Самары» завершают сезон спасения пернатых. Птицы часто врезаются в высотные дома, падают на землю. Волонтеры их выхаживают и выпускают на волю. Но часть птиц из-за лечения улететь на юг вовремя не смогли. Поэтому скоро самарские волонтеры отвезут их в Краснодар, чтобы выпустить там. Подробности далее. Екатерина Девятова работала в зоопарке, когда ей принесли первого стрижа. В городе растут высотки с зеркальными окнами. Стрижи, пролетая на большой скорости, теряют ориентир. Врезаются в них и оказываются на земле. Вспоминает, опыта выхаживания этих птиц у нее не было. Сначала кормила неправильно – творогом, яйцом и даже собачьим кормом. Потом в интернете отыскала информацию о том, что этих птиц можно кормить только насекомыми. Иначе у стрижей начинаются проблемы с почками и печенью. Не своевременная линька. Если ее выпустить в небо, у нее происходит обновление пера, перестройка обмена веществ. И перья начинают высыпаться. Для стрижа, который летает на скорости 100-160 км в час, это смертельно. А птиц все приносили, и Екатерина поняла, что одна уже не может выкормить их ни физически, ни финансово. Так в соцсетях появилась группа «Стрижи Самара», в которой Екатерина объясняла нашедшим стрижей, как за ними ухаживать. Во одушевленные общей идеей волонтеры вносят свой вклад в дело спасения пернатых. Одни консультируют тех, кто нашел птицу, другие лечат, третьи берут на выкорм. В Самаре на самом деле сейчас в группе около 800 человек из «Стрижи Самара». И обязательно где-то рядом по соседству у кого-то уже есть птичка, либо опыт по птичке и какой-то запас насекомых. Поэтому у нас даже если человек в 2 часа ночи зашел в чат и говорит, я на площади Куйбышева нашел только что стрижа, буквально в течение 20-30 минут, обязательно в чате откликается человек и говорит, ой, я тут рядом на соседней улице, вы можете подъехать. Наталья Железнякова к сообществу «Стрижи Самара» присоединилась 3 года назад. Я шла по улице, у нас был ремонт дороги во дворе, и что-то под ногами затрепухалось, маленький серенький комочек. Я сначала не поняла, что это. Подобрала этот комочек, на следующий день я подобрала еще два комочка. Их кто-то нашел, посадил в банку с спросом. Я шла, увидела, думаю, ну что, а где один, там и три. Забрала этих себе, и вот так вот началась моя карьера стрижеспасателя. В первое лето Наталья выкормила 6 стрижей, на следующий год 12, а этим летом 36 птиц. Задача непростая. Взрослая птица ест каждые 2-3 часа. За день съедает от 100 до 120 сверчков. Птенцам питание требуется гораздо чаще. В этом году мне пронесли 3 маленьких птенчика, которые были от 2 до 6 грамм весом. Тех я кормила каждые 15 минут. Вот с яичка, вот как они вылупились, каждые 15 минут, это днем, ночью ты встаешь, кормишь. Они 24 часа на 7 везде со мной. То есть если я еду куда-то отдыхать, они едут со мной, еду я на пляж, они едут со мной. Вместе с тормозами, со льдом, с едой, либо с живой, либо с замороженной. Выпускают выкормленных птиц волонтеры подальше от города, в поле. Важно, чтобы это было хорошо просматриваемое пространство, без деревьев, кустов. Перед выпуском активисты убеждаются, что поблизости нет хищников, но от их внезапного появления никто не застрахован. Никого не было, ни единой птицы. Я выпускаю стрижа, и откуда ни возьмите, появляется хищник. И вот я снизу смотрела вот эту вот схватку между стрижом и какой-то хищной птицей, не знаю, кто это был. Но стриж ушел от нее. Это было очень страшно, когда ты стоишь, визжишь, кричишь, потому что ты понимаешь, что столько сил ты вложила в этого птенца, и тут вот его пытаются сажать, и ты ничего сделать не можешь. Птиц, которые удалось подлечить до конца лета, выпускают на территории региона. Но сейчас у волонтеров на руках осталось несколько стрижей, которые сами до теплых стран уже не доберутся, слишком похолодало. В начале осени активисты движения «Стрижи Самары» формируют так называемый «Стрижиный поезд». Скидываются на бензин, корм и отправляют единомышленников на машинах со стрижами в Краснодар. Птенчики, они очень миленькие, похожи на пингвинчиков, они очень замечательно поют. И стрижей не влюбиться просто невозможно, потому что это потрясающие птицы неба. И когда ты держишь птенца, который уже вырос, окреп и стал взрослой птицей и готов к полету, когда ты выходишь в поле, он у тебя взлетает. Это просто непередаваемое ощущение, что ты подарил жизнь этой маленькой прекрасной птице. Виктория Шарая, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События. Повод похвалиться дарами природы с огорода, поделиться новыми рецептами и просто приятно провести время на пороге окончания дачного сезона. Осенний праздник урожая прошел сегодня в Самарском дворце ветеранов. Подробнее в сюжете Галины Топилиной. В небольшом зале Самарского дворца ветеранов яблоку негде упасть. Традиционный осенний праздник собрал самых творческих дачников и изобретательных мастеров кулинарного дела. На столах не просто блюда из овощей и фруктов, а настоящие произведения искусства. Здесь оживают кабачки и перцы, а яблоки превращаются в гусениц. Уже более 10 лет в начале осени дворец ветеранов совместно с Самарской организацией Всероссийского общества инвалидов проводит праздник урожая под названием «Осенний калейдоскоп». Мы знаем, что в каждой организации есть хорошие активные хозяйки, хорошие огородницы. Раньше это начиналось как конкурс, то есть было первое, второе, третье место, но потом мы решили, что они все молодцы, они все победители. И сейчас это не конкурс, а просто большой праздник, на котором они представляют свое искусство, свое творчество и свое хозяйство. В праздник осени предшествует тщательная подготовка. Каждая команда продумывает меню, поделки и костюмы. Обязательная часть программы – презентация своего стола. Людмила Коткина представляет Кировское районное отделение Всероссийского общества инвалидов. Уже много лет она принимает участие в празднике. Каждый год поражается изобретательности и фантазией своих коллег по команде. Вот и в этом году необычное решение. Во главе стола – нарядный кабачок в платье в горошек. Всегда прям с удовольствием принимаю участие, потому что столько интересного. Фантазия людей неограниченная. Делают из овощей, из фруктов всевозможных, там, ну, зверьков каких-то. Очень интересно. Желание общаться и делиться секретами садоводства и кулинарного искусства – то, что объединяет всех собравшихся. Именно благодаря этому посылу и возникла идея устраивать праздник осени. И самое главное, понимаете, ведь когда тебя кто-то похвалит, не только сам себя, а кто-то, все равно оценка себя уже намного выше, чем сам себя. На праздники выступили творческие коллективы с песнями на тему осени. Торжество завершилось дегустацией блюд. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Добро пожаловать в Самару. Как живут поволжские немцы, отмечают праздники и передают потомкам культуру и традиции. В аутентичном немецком подворье побывала Елена Чернявская и готова поделиться подробностями. Представительница Центра немецкой культуры «Надежда» Мария Струкова пришла на праздник Дня Дружбы Народов. И вот оно – первое подворье свое родное немецкое. На территории, как всегда, весело, много гостей встречают с музыкой. Дружба народов. Есть дружба народов. Мы дружим со всеми национальностями абсолютно. И участвуем во всех мероприятиях городских. Кто бы нас не пригласил – либо армяне, либо другие народности. С евреями, друзьями, с поляками, с белорусами. Ну, со всеми. Чуваши, Мордова, как говорится, все друзья наши. Поэтому я уже в центре достаточно долго, уже 28 лет. Какая разница, на каком языке человек говорит, какая разница. Мы все воздеваем руки к небу, мы все живем одним и тем же. Мы дышим одним воздухом, мы дышим одними помыслами, только о дружбе, о мире. На таких больших праздниках мы осознаем всеми органами чувств, в каком национальном регионе мы живем. Тут буйство красок, тут какие-то запахи от национальной кухни, тут национальная музыка. И многие для себя открывают впервые об истории и культуре какого-то народа. И нам нередко говорят, что мы не знали, откуда берутся немцы, возились немцы на Руси. И как это интересно. И действительно, интерес очень большой, он не ослабевает. Центр немецкой культуры «Надежда» не только проводит массовые мероприятия и национальные праздники, но и сохраняет культуру, которая бережно передается из поколения в поколение. В центре стремятся возродить интерес к немецким традициям и истории. В этом году мы отмечаем 260-летие выхода указа императрицы Екатерины II о приглашении иностранцев поселяться в Россию. Этот указ дал начало массовому поселению немцев именно в Поволжье. То есть для нас это начало наших истоков на российской земле. Об этом рассказали на экскурсии в одном из ярких и самобытных строений этнопарка в немецком подворье парка «Дружба народов». Черепица для крыши этого дома была специально привезена из Германии. В многонациональной Самаре разные народы, в том числе люди с немецкими корнями, живут в мире и согласии. Центр немецкой культуры «Надежда» ежегодно вносит немалый вклад в укрепление доверия между народами. Мы живем здесь дружно, и нам главное рассказывать, показывать и учить детей тоже дружить и уважать друг друга. Мы – организация, которая отметила свое 30-летие. То есть мы стабильно работаем, это нас радует. У нас хорошо работает воскресная школа. Это значит, что для семей с немецкими корнями по-прежнему важно, чтобы дети изучали историю и культуру своего народа. В истории нашего края русские люди с немецкими корнями сыграли важную роль. Достаточно вспомнить самарских губернаторов Ивана Блока, Константина Гротта. Сейчас «Надежда» является одним из самых деятельных, интересных национально-культурных центров. Немецкий национально-культурный центр «Надежда» на протяжении многих десятков лет как раз сохраняет, оберегает эту культуру, привлекает молодых людей. И работает ансамбль «Эдельвейс», который исполняет песни не только классические немецкие, например, песни к календарным праздникам, пасхальные песни, но и песни, именно характерные для немцев по Волжии. Парк Дружбы Народов Стал одним из любимых мест не только жителей, но и гостей города. Здесь все, без исключения, этнодома представляют лучшие традиции своего народа. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова На «Распусти свои клиши» горожан и гостей города пустят бесплатно, без ограничений по возрасту. Фестиваль начнется у Леднего театра в 17.00. В телеграм-канале Департамента опеки напоминают, что инвалидам 1 и 2 группы, проживающим в Самаре, предоставляется единовременная выплата на ремонт жилого помещения. Для оформления выплаты можно обратиться в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332 16 36. Прорабатывается вопрос о продлении срока действия социальных карт Самарской области до 2026 года. Процесс замены социальных карт на карту жителя стартовал 1 января 2023 года. На сегодняшний день более 90 тысяч человек уже воспользовались такой возможностью. В телеграм-канале Октябрьского района обращают внимание на то, что получение социальных карт для новых льготников недоступно. Граждане, не имевшие до этого социальной карты, но получившие право на льготный проезд, должны получить карту жителя. Подать заявление на оформление карты жителя Самарской области можно в офисах банков-партнеров, на сайте, в любом офисе МФЦ или через мобильное приложение «Карты жителя». На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассники. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok